Друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня мы с вами поговорим, почему вам весной так грустно и тоскливо. Вопрос, который часто встречается среди зрителей, что кажется, вроде бы солнышко, вроде бы прекрасная погода. Но почему вы так себя плохо чувствуете? Почему вам так тяжело вставать? И сегодня мы эту тему разберём именно с медицинской и физиологической точки зрения. Потому что действительно существуют факторы, которые вот так очень целостно, напрямую влияют на ваше состояние. И как главное, с помощью биохакинга мы сможем вам помочь. Поэтому, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Очень интересно знать, что вы про это думаете и какие факторы влияют именно на вас. Ну, кажется, что уже действительно вроде бы всё расцветает, становится намного светлее, выглядывают такие первые яркие лучи солнышка, а вам от этого становится всё хуже, хуже и хуже. И часто этот симптом действительно непридуманный, а описано так называемое понятие весенней депрессии. Как раз таки оно характеризуется усталостью, апатией, отсутствием радости, раздражительностью, именно злостью, вот такой вот агрессивностью, очень яркой, очень выраженной. Так вот, долгая зима как раз таки связана со снижением витамина D. То есть мало кто принимает правильно в достаточных дозировках витамин D. Ну и ко всему прочему, соответственно, снижается синтез гормонов, которые приносят вам радость и удовольствие. То есть серотонина и дофамина. И как комплексно вы ощущаете вот такое вот состояние удручающее, состояние усталости, апатичность. И, соответственно, что ничего вас абсолютно не радует. Состояние такое очень-очень тревожное. Поэтому со своими пациентами мы заранее готовимся к этому периоду. И, соответственно, здесь может произойти и развитие, обострение хронических заболеваний. Также может, конечно же, выразиться очень яркие витаминно-минеральные дисбалансы, которые очень будут негативно в целом проявляться на вашем состоянии. Поэтому, конечно же, здесь необходим комплексный подход. Потому что многие наверняка сейчас из вас подумали или меня спросите, а какой витамин попить. Но кроме витамина D, безусловно, здесь надо поработать над другими витаминами, на витаминными статусами. То есть лучше бы, конечно, обследоваться и посмотреть, чего конкретно организму не хватает. Но не забывай про витамин А, про витамин Е, про цинк в суточных дозировках, которые крайне необходимы. Ну и, конечно, в целом работать на серотонинно-дофаминовой системе. То есть все-таки, чтобы вы больше радовались, получали удовольствие не от еды, не от вредных привычек, а именно от жизненных факторов. Мы об этом тоже сегодня поговорим. И это одна из очень ярких составляющих биохакинга. Дальше. Очень сильно снижается мелатонин. Так как начинаются проблемы со сном, и именно весенний период многие это замечают. То есть вы то плохо засыпаете, то рано просыпаетесь. То есть сон прерывистый. Соответственно, происходят гормональные сбои. То есть гормональные сбои серьезные. Происходят сбои биоритма. Поэтому здесь мы как раз и видим усталость, тревогу, депрессию. Это все связано с недостаточностью сна. И сон вообще играет одно из важнейших значений в нашем организме. То есть как только нарушается нормальный сон, то есть нарушаются в целом биоритмы. Здесь как каскад мы видим проявление нарушения гормонального фона. Мы видим очень яркие проявления нарушения настроения, обострения хронических заболеваний. То есть как снежный, снежный, снежный ком. Как только вот единое, вот это звено, единая ступень у нас выпадает, мы получаем вот такое огромное количество проблем. Поэтому сон должен быть именно правильный. Сон должен быть не менее 7-8 часов без добавок мелатонина. Потому что вот здесь, если в первом случае, да, мы можем добавить витамина минеральный комплекс, и мы можем добавить витамин D, то во втором случае добавлять мелатонин, соответственно, это ни к чему вас не приведет. И, соответственно, здесь мы не сможем восстановить баланс, кроме правильного выстраивания сна. Дальше, конечно же, на нас влияют очень резкие смены погоды. Когда мы видим то слякоть, то заморозки, то дождик, да, и это, конечно, негативно влияет. То есть такая вот плаксивость может быть, может быть такие вот нестандартные реакции организма. Бешенство, злость, раздражительность. Поэтому, дорогие друзья, здесь, конечно, надо подходить правильно. Подбирать правильный гормональный, правильно формировать гормональный баланс, чтобы не было каких-либо резких сдвигов. Соответственно, восстанавливать гормональный фон, если есть на то проблемы, если вы чувствуете, что да, вам то хочется смеяться, то хочется плакать, вас все вокруг раздражает, обязательно сдайте гормоны крови. Плюс, конечно же, необходимая доза витамина D, омега-3, витамина А, витамина Е, магния, который тоже крайне необходим. Очень важный элемент, который влияет на ваше стабильное эмоциональное состояние, который профилактирует раздражительность депрессии и очень положительно влияет в целом на ваше состояние, состояние вашего тела. Это, конечно, очень важно, когда мы говорим в совокупности про как все-таки нормализовать в целом ваше здоровье, ваши биоритмы и чтобы не было вот такой тоски. Поэтому больше гуляйте, больше общайтесь с близкими людьми. Смотрите только приятные для вас новости, фильмы, сериалы, которые могут поднять вам настроение. Но самое главное здесь, конечно же, подготовить свой организм. Именно с помощью биохакинга мы это можем сделать, нормализовать гормональный фон, и устранить витаминно-минеральные дисбалансы. Обязательно больше общайтесь со своими родными и близкими, и тогда вы прекрасно переживете это непростое время года. Друзья мои, я вас приглашаю к себе на личную бесплатную консультацию. Как на нее записаться, ссылка в описании под этим видео. Переходите, записывайтесь. И в ближайшее время я с вами свяжусь, и вы получите четкий пошаговый план, как вам правильно действовать, как вам правильно обследовать свое здоровье в ближайшее время. Всем пока-пока и до новых встреч!